Восемь утра на земле Эльбруса. Доброе утро, Карачаева, Черкесия. С вами Светлана Шаганова, а Руслан Коркмазов встречает полезного гостя. Сегодня мы обсудим, кому нельзя ходить в гости. Это может быть смертельно опасно. Опаснее коронавируса. Начинаем, поехали. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще очень полезная весть. Сегодня в Черкесске открылась шубная ярмарка «Снежка». В Доме предпринимателей очень ждут студенток, где можно получить норковую шубу в рассрочку за 1800 рублей. Мы прекрасно понимаем, что не каждый человек может приобрести норковую шубу, сразу оплатив всю сумму. Именно поэтому у нас есть рассрочка. Рассрочка идет без первоначального взноса, абсолютно без переплат. Срок рассрочки до трех лет. Нужен только паспорт. Девчонки, они снова приехали! Шубы от «Снежки» в Черкесске. В Центре развития предпринимательства с 10 по 13 октября. Рассрочка на три года без первого взноса и меховой жилет гарантирована в подарок. Ой, да с такими условиями я сама выбежала! Сегодня у нас очень полезный гость. Главный инженер компании «Газпром» газораспределения «Черкесск» Евгений Черков. У меня к гостю тоже есть вопросы, и я с удовольствием присоединяюсь к беседе. Мы поговорим о том, как безответственные граждане подвергают опасности себя, родных и гостей. Из-за этих товарищей умирает очень много людей. Это опаснее коронавируса. Квартиры часто перепланировки делают, особенно в хрущевках, где колонки плавно перетекают из кухни в ванную. Потом или же гостиная создается новая, где бывшая спальня и кухня с новой колонкой. Где здесь происходит нарушение, где можно подвергнуть себя смертельной опасности? Градостроительным кодексом сказано, что самовольная перепланировка стен без согласования с архитектурой города запрещена. В основном нарушения происходят при изменении конструкции вентиляционных каналов и дымоходов. Либо их заделка полностью, либо частичная заделка. По незнанию. Думают, смотрят, зачем эта дырочка нужна, давайте заделаем. Или обойкой приклеим. А зачастую бывает, что кухня превращается в спальную комнату. Можно там спать. Запрещено выполнять спальни в помещении, где находится открытая камера сгорания. То есть газовое оборудование. Нет, ну вот могут сейчас зрители сказать, ну мало ли что у вас там запрещено. Мне тут уютно спать и хорошо. Простите, если даже мне плевать на ваши законы, но мне опасно спать на кухне? И чем это опасно? Каждый процесс по курсу в школьном физике знаем, что на сжигание одного куба газа необходимо 10 кубов воздуха. Соответственно, если при сгорании 2,5 кубов в час у нас берет средний котел и 1 куб печки, ну, вороченная панель, так называемая, то 3,5 куба – это 35 кубов воздуха. Соответственно, должна быть, соответственно, выполнена вентиляция помещения. И под эту категорию попадают только помещения котельных, где трехкратный воздухообмен в час. Чем это обеспечивается? Это подрезью под дверями, при входе в одном помещении, и, соответственно, 160-100 мм отверстия вентоканала. Давайте вот так вот. Соответственно, если помещение не предназначено, там не будет, соответственно, нужный воздухообмен в час, и люди просто-напросто могут задохнуться. Вот, вот, вот. Они дышат этим газом, получается, да? Да, могут умереть. Да. Ну, вот, смотрите, допустим, приведем пример, когда, может быть, у Светланы Шагановой квартира-то все по закону, вентиляционная шахта она не заклеивала бойками, а соседи-то могут, извините меня, в ее вентиляционную шахту, в дивану поставить вытяжку от колонки. Как она может это распознать, куда пожаловаться, или же будет медленно угасать в своей ванне? Можно пожаловаться в государственную жилищную инспекцию. Есть, соответственно, государственная жилищная инспекция, которая может рассматривать данные обращения и обязана. Но если она, допустим, уверена, что они сделали, а вот как она может заподозрить, вдруг у нее вот вытяжка в ванной комнате, где по закону она должна быть вытяжкой, но не вытяжкой для колонки, а колонку соседи снизу переставили в ванную комнату и травят ее. В любом случае вызывайте нас. У нас есть соответствующие приборы, аппаратура. Мы можем сделать замеры загазованности с выходнящих, как бы, с вытяжки газов и понять, исправно ли работает венканал или дымоход. В составе ПТО мы, кстати, проверяем, проводим соответствующие проверки, как дымоходов, так и вентиляционных каналов. Наличие тяги. Можно, вот я все-таки хочу, знаете, вопрос. Я давно хочу индивидуальное отопление, да? А зачем? Вот объясни. А потому что... Чем тебе центральное отопление не устраивает? Потому что когда наступает осень, но как бы отопление еще не включили, а хочется тепла, и как бы люди хвастаются, у кого есть индивидуально, а вот мы включили, а у нас тепло, а у меня холодно. Вот как вы говорите, по закону я могу пойти написать заявление, что я хочу установить. Или это невозможно? У нас, давайте так начнем, у нас речь идет не об одной квартире, а речь идет о комплексе, о доме с множеством квартир. Предположим, там 60-квартирный дом, там 100-квартирный дом. И невозможно взять и одну квартиру переделать. А, это невозможно. То есть полностью дом. Если будет архитектура, принято соответствующее постановление. Вот есть такие люди, которые установили в своих квартирах индивидуальное отопление. Вот как их вы отслеживаете? Знаете, изначально начнем отталкиваться от того. Есть у нас, как бы сказать, правила, давайте их придерживаться. Мы должны получать и сходить технические условия, сделать изменения в проект. Самовольно, я уже говорился в начале, самовольная газификация, самовольная установка как теплогенераторов, как проточных водородов, запрещено. Потому что это все грозит как раз теми несчастными случаями, что говорили выше, и трагедиями, которые происходят. Скажите, а у них, получается, основное отопление в квартире? Основное отопление, если мы идем речь уже о проектируемом, централизованном отоплении, горячего водоснабжения, то это один. На него выполнен проект. Соответственно, без соответствующих разрешений, без соответствующих архитектуры, как я говорил ранее, постановлений, запрещено на сегодняшний день переводить переоформление или переустановку. Люди же все-таки делают, вот смотрите. По незнанию. Да, вот по незнанию, но иногда притворяются, что не знают. У меня такой вопрос. Вот центральное отопление есть, но они ставят котел индивидуального отопления. Скажите, пожалуйста, это двойная оплата происходит? Или они так технично кидают теплосети, не платят? Ну и, видимо, и вам не платят, потому что об этом котле вы вряд ли знаете. Если выполнено все по стандартам, по ГОСТам, по нормам, все будет правильно. Но если выполнено, опять-таки, само индивидуально, то это неправильно. И будет начисление вестись как со стороны теплоснабжающих организаций, так и со стороны газоснабжающих организаций, поскольку учет газа ведется по счетчику. Ясно. Ну вот, если возвращаясь к техническому обслуживанию, проверке газового оборудования за дополнительную плату, могу ли я вас не пустить к себе? Или Света не может себе на оранжевый огонек пустить? На сегодняшний день постановление 410, оно двухъякое. И на нас, и на абонента. Абонент должен допустить нас по нему, а мы не имеем права отказать ему и выполнить техническое обслуживание. А вот еще там была оговорка на объявлении, кто никому не проведут техническое обслуживание, будут отключены. Есть такое право, опять-таки, по постановлению правительства. А вот скажите, пожалуйста, а возможно ли в многоквартирном доме отключить газ в отдельной квартире? Да, может быть, люди знают, что это невозможно. Если есть техническое решение, соответствующее. А если нет? Если нет, то нет. То есть, получается, люди могут злоупотреблять? Да. Теперь скажите, пожалуйста, сколько у нас злоупотребляльщиков в общих процентах? Как часто люди с хлебом-караваем встречают ваших сотрудников, а как часто собак спускают? Затрудняюсь яс ответить вам. Есть определенная категория абонентов, которые выполняют добросовестно, из года в год пускают нас и безопасно используют газ. А часто ли ваши коллеги страдают от тех, кто не пускает? Да, конечно, отношения есть соответствующие. Опять-таки, это определенная категория людей, которые негативно относятся к нашей отрасли в целом. К сожалению, есть такие. Во многих старых домах и в частных, и в квартирах существует старое оборудование. И насколько необходимо его заменять, или если при Сталине поставили котел, он до сих пор работает, этого не надо делать. Это опасно держать старое оборудование или нет? Какие могут возникнуть трагические случаи? Самое элементарное – любое устройство имеет срок использования. И при превышении срока нормативной эксплуатации прибор может себя вести несвойственно. И может и ломаться, и выйти из строя. И это может привести к трагедии. В среднем срок эксплуатации газооборудования – это от 12 до 15 лет. В зависимости от модели, речь идет о плите, либо это о колонке. И вы хотите сказать, что старый котел может быть опаснее нового котла? Ведь старый конь борозды не портит. В отношении котла это касается? Нет. Здесь речь идет о том, что все новое оборудование, оно уже энергоэффективное. Если в советские годы выпускали котлы, никто не обращал, поскольку газ стоил копейки. И никто не обращал, сколько он использует. Три куба, четыре куба в час. Было неважно. И на сегодняшний день это очень важный аспект. И люди, которые уже заменили на новое оборудование, это почувствовали на себе. Поскольку оплата снижается вдвое разительно. И плюс вы получаете максимум удобства. Не нужно никакие кнопки, не нужно использовать спички. Все идет с автоматическим розжигом, с датчиком температуры. Выставляете комфортную температуру и пользуетесь. Ну вот сейчас многие, наверное, смотрят, те, кто советскую власть помнит, говорят, вот вы там, говорите, в советской власти люди не считали, ведь газ был дешевый. Но ведь в 80-х годах был норматив установки колонки в ванную комнату. Сейчас это считается опасным для жизни. То есть получается в советское время были неправильные инженеры? С введением СНИПа 1985 года колонки запрещены в 1985 году. То есть это получается, сколько граждан Советского Союза должны были угореть от газа, чтобы поменять эти СНИПы? При реконструкции, при замене каких-либо приборов мы рекомендуем и меняем, выносим из ванных помещений, если это совсем такое. Ну остались единицы таких помещений, немного. Те, которые именно по закону стоят. Понимаете, вот КГИ 1956 года. При сроке эксплуатации, ну даже самое идеальное, бережное, это 30 лет. Поэтому оборудование уже поменялись. И то, что у нас сейчас стоит в ванных комнатах, это самовольно замененное оборудование. Ни в коем разе не 56-го или 60-х годов использования. Теперь хочется сказать, какие последствия могут быть физиологически, что я могу взлететь или удушиться от неправильного газового оборудования. Это понятно. Юридически, если я вас не пущу на проверку оборудования, которое вы должны делать не реже одного раза в год. Вы несете ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь, живущих рядом с вами людей, в том числе ваших соседей. И если произошел несчастный случай, и вы будете признанным и виновным лицом, вы видите сейчас, какие взрывы происходят по стороне газа, как на это относятся. Соответствующие поправки сейчас серьезные несут в Государственную Думу. И в скором будет ужесточение серьезной нормы, требований правил эксплуатации. Получается, если, допустим, частный дом или квартира, где неправильное газовое оборудование, и оно не проверялось, потому что хозяин... Не пускал. Мы это фиксируем. Это фиксируется. Если кто-то умрет или от взрыва газа, или от удушения, то хозяин дома пойдет... Будет нести полностью уголовную ответственность. Так что все серьезно. Да. Спасибо вам большое. Таким мы сделали это полезное утро. Не ходите пока по гостям. Сейчас это небезопасно. Так что сидите дома. Приятной вам субботы. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok